Здравствуйте дорогие друзья! 1938 год. Фирма Сандос. Синтезировали, выделили препарат алкалоид споринии. Спориния в свою очередь это паразит, грибок паразит злаковых культур. И вот из этой споринии выделили лизергиновую кислоту, затем такой препарат дейтиламид лизергиновой кислоты или по другому ЛСД. И решили, что данное вещество, данный препарат может помочь психически больным людям. На основании чего? Так сделали вывод, что данный препарат при употреблении моделировал психоз. Как говорят некоторые специалисты, моделировал даже шизофренический психоз. По факту у человека были очень яркие, зрительные, тактильные, обонятельные галлюцинации, но возможно даже и вербальные, слуховые галлюцинации. И этот препарат стали выпускать на рынок, фармацевтический рынок. Он появился в клинических рекомендациях. Что же хотели им лечить? Его использовали для лечения, в кавычках, лечения, конечно, депрессии. Депрессии и каких-то проблем с памятью, когнитивных расстройств. Ну, с точки зрения, скажем так, лопатии, это понятно. То есть, примерно так же действуют и антидепрессанты. То есть, когда антидепрессанты переводят депрессию в гипоманию, а здесь ЛСД переводил состояние человека из депрессии в эйфорию, которая обычно сопровождается, сопровождает манию. В маниакальное состояние. Из депрессивного в маниакальное состояние. То есть, вот такие предлагали качели. Также испытывали на здоровых добровольцах. Делали самые настоящие гомеопатические прувинги. То, что когда-то сам Ганеман вел за более чем 100 лет до обнаружения этого ЛСД. Делали прувинги и получали, да, получали вот это возбуждение с обилием галлюцинаций. Пытались таким образом исследовать природу шизофрении. В дальнейшем это получило, ну, ЛСД течение, так скажем, получило, или еще называли психоделическое терапии, психоделическое течение. Людей, которые самостоятельно употребляли ЛСД, называли психонавты. Они поускались в путешествии, так называемые ЛСД-трипы. Исследовали свою психику, закоулки психики. В итоге ЛСД все-таки запретили. И тоже неудивительно, поскольку, послушайте, зачем у здоровых людей формировать психозы на фоне каких-то препаратов. Или же, пусть даже они короткие по времени, относительно короткие по времени. В чем ценность, я не очень понимаю, в чем ценность этих трипов, этих психозов для пациентов, для больных людей. Для здоровых, возможно, да, это интересное приключение, которое в какой-то степени тоже формирует зависимость, из-за чего, собственно говоря, препарат и был запрещен. Это уже в 50-е, 60-е годы. А вот что это дает человеку, больному человеку? Совершенно понятно, если бы они, вот те круги, медицинские круги, которые, ну, ура, восприняли ЛСД и даже называли это ЛСД-терапией, если бы они давали это как раз людям в психозе. Но в этом случае, для безопасности больного человека, конечно же, нужно разводить лекарство, так как изготавливать из него гомеопатический препарат. То есть, разводить и динамизировать, встряхивать. И тогда, да, тогда, на мой взгляд, да, по закону подобия, есть показания применения этого лекарства при психозах. Если они повторяют ту клиническую картину, которая вызывает психоз у здоровых добровольцев. То, что вот они делали эти прувинги. То есть, если мы видим совпадение картин, мы тогда мы можем назначать. И тогда психозы действительно будут купироваться без нейролептиков, которые, как известно, опасны своими осложнениями. Вот это я бы понял. Но поскольку, конечно же, те медицинские круги даже не рассматривали закон подобия. Все шло на законе противоположности, аллопатическом законе. И в итоге, в общем-то, ЛСД постигла та же участь, как и все, всех других сильнодействующих лекарственных средств. Опас оказался под запретом. И до сих пор также это является под запретом. Посмотрите, как опасно работают, как даже, так скажем, не ценят того, что получают. То есть, ученые разрабатывают какое-то лекарство. И как грубо с ним обращаются медики на том или ином уровне своей, скажем так, научной мысли. И грустно, опять же, от того, что закон гомеопатии не используется в медицине так широко, как нам бы, гомеопатам, это хотелось бы. Благодарю за внимание.